МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала ОСА. Я и мои коллеги расскажем о том, что происходит в городе и районе. И вот о чем сегодня наш выпуск. Нам это настолько уже надоело. Скоро будут люди не только бить друг друга. Больше терпеть нет сил. С такими словами в редакцию телеканала ОСА обратились кондукторы бывшего ПТП. Кого винят в развале предприятия люди? Сегодня в Причулымском детском саду двойной праздник. Новогодний утренник дети справляют в новой группе. Ключ от группы я принес. Вот такой я, Дед Мороз. Добровольцы из восьмой школы поздравляют жителей с наступающим Новым годом. Больше терпеть нет сил. С такими словами в редакцию телеканала ОСА обратились кондукторы бывшего ПТП. Предприятия уже нет, его уничтожили, но люди все равно считают себя его работниками. Женщины пришли отстаивать права всего коллектива. И за мужчин-водителей тоже. В том, что ПТП угробили, люди обвиняют городскую власть. В одном лице – Илая Ахметова. И требуют, чтобы мэр впервые за 10 лет лично ответил, что он сделал для спасения предприятия. Мы благодарим женщин-кондукторов за смелость. Слушайте, как они режут правду. Я работаю на предприятии с 95-го года. Я работаю 23 года на предприятии. И именно сейчас у нас на предприятии такая обстановка накалилась настолько. У нас с подачи мэра, с подачи, видимо, бывшего директора еще государственного предприятия «Брескавка» развалили наше предприятие. И они же приглашают сюда чужаков, перевозчиков с Красноярска. То есть наши местные власти этим заниматься не хотят. Нам это настолько уже надоело. Скоро будут люди не только бить друг друга, начнут просто стрелять друг друга на линию. Это ненормально сейчас. Потому что мы сейчас работаем. Нам ни четвертая линия не нужна. Нам не нужен ни «Харпер плюс». Нам не нужно. Мы могли бы работать, возможно, и в «Харпер плюс». Но куда смотрит трудовая инспекция? Там люди так же недовольны. Просто боятся так же выступать. Там люди настолько недовольны. Там, вы представляете, трудовая инспекция может выехать и ведь проверить элементарно их. Вчера люди работали с 6 утра до 11 вечера. Причем у них нет ни времени для отдыха. Там нет нормальных условий. Они не думают, что мы возим людей. Человек есть человек. Они вчера, это уже официально даже наши водители бывшие озвучили. У них две путевки. Одна путевка с 6 до 3. Потом они эту путевку выбрасывают. И с 6 до 11 они работают по второй путевке. Почему это отследить не могут, как люди работают? Это страшное дело. Я говорю, такое ощущение, что мы щебенку, а не людей возим. Не дай бог, что-то на линии произойдет. Человек есть человек. А он измотан. Кстати, мэр города наш, Илай Узбекович, обещал, что будет 42 автобуса до ноября месяца. Это будет лично от него. Это было написано, я не знаю, это была статья в газете. То есть на весь город он отсчитался. Но почему не могут городские маршруты отдать городу? Когда прекратится вот этот частник, который приехал, просто набивать себе карман? Может быть, пассажиры не полностью понимают, куда уходят деньги. Мы-то это знаем прекрасно. Что деньги уходят? Мимо Ачинска. Они уходят 2-3 дня у нас приезжают, забирают нашу выручку, которую мы привозим. Мы зарплату не получаем. Ачинск этих денег не получает. Получает это край. Вот хотелось бы все-таки узнать, вот сюда бы нам Ахметова, Илая Узбековича, нам бы сюда услышать бы его. Пусть бы он здесь с нами рядом постоял и сказал, что он думает о том, что действительно мы тоже живем в Ачинске, он почему-то в Красноярске. Что это значит? Приехать сюда, ручкой помахать в телевидении, что я вот елку открыл, или там какой-то праздник, или какое-то здание. Я бы хотела обратиться к депутату Илая Узбековичу Ахметову. Он у нас мэр города. Ну, я знаю. Это самое. Он хорошо выступает по телевидению, мы постоянно его слушаем. Мы бы хотели, чтобы он нас услышал и обратил на наше пассажирское предприятие. Мы всем коллективом обращаемся к ему, что предприятие разваливается. Так невозможно. Все это по крошечке собиралось. Теперь вот буквально за эти вот несчастные два года у нас развалили полностью пассажирское. Все даже пассажиры, все рабочие возмущены тем, что такое предприятие взять, вот понимаете, смыть водой. Наши автобусы, что за дележка пошла наших автобусов? Наши автобусы то Харпер плюс забирает, то четвертая линия забирает. Чей это транспорт вообще на предприятии, почему его делят все? Кто им разрешает так себя вести? Почему они все хозяева? Мы не хотим, чтобы наше предприятие распалося. Мы хотим работать у каждого ипотеки, у каждого кредита, у каждого семьи есть. Каждый надеется на свою работу. Почему мы им должны уступать? Мы не хотим чужих людей в городе, чтобы они работали. Мы хотим сами работать. Это предприятие отдайте городу, не делите вы его. Если Ахметов сейчас постоянно находится в Красноярске, видимо, он перевозчиков сюда и пускает. Пускает тех перевозчиков, которые ему выгодны. Перевозчиков пускает, которые не требуют ни дотации за перевозки, ни пенсионеров, никого. Они этого не требуют. Зачем? Им главное собрать эти деньги. Или мэр города выполняет свои обещания и поднимает это предприятие, забирает наконец-то, городские власти забирают это предприятие и думают, что с ним делать. Или мы встанем вот здесь на воротах, мы вас пригласим. И пусть они попробуют проехать по нам. Вот буквально через месяц. И я тогда думаю, соберется, что у нас уже не столько. Потому что дальше уже край, дальше уже делать. У нас нет ни зарплаты, ни работы. Ничего у нас нет. Мы не ждем, что с такими же смелыми словами в редакцию телеканала ОСА придет Илай Ахметов. Но уверены, что настоящий мэр должен отвечать за свои дела перед горожанами. Впрочем, у Ахметова есть опыт убегать от неудобных вопросов про обещанные им автобусы и перевозки. Хватит ли духа у нашего мэра встретиться с коллективом бывшего ПТП? Или он, как часто это делает, отправит своего зама? Мы обязательно расскажем. А сегодня свое мнение про уничтожение ПТП высказал депутат Горсовета Владимир Азереденко. ПТП – это очередной вот такой, знаете, суперход главы города, который приведет к тому, что угробят предприятие. Как угробил он ДПМК, мелькомбинат. И здесь, конечно, интерес лежит глубже. Здесь интерес какого-то чиновника заработать себе лично в карманы. Если бы у нас правоохранительные органы работали нормально, то это, конечно, можно выявить. И вот этот вот, знаете, блеф с тем, что я провел серьезные переговоры с группой ГАЗ, до сегодня желающих зарабатывать в городе, видите, ни один, ни два, их много. Сегодня надо просто этим заняться было всерьез. А если уж заниматься торгами, то точно провести их нормально. А сегодня это обрастает тем, что разрушаем предприятие, люди не имеют перевозчиков в городе. Это очередная инсинуация вот этой администрации с большими деньгами. Вот и все. Здесь ничего другого видеть не надо. По нашей информации, пассажиров и работников маршруток в ближайшее время ждут еще более серьезные перемены. Подробнее расскажем завтра в выпуске новостей. А в Ачинском районе сегодня справляли новоселье. При Чулымском детском саду двойной праздник. Воспитанники детского сада получили не только подарки от Деда Мороза, но и еще одну группу для разновозрастных детишек. На открытии побывала наша съемочная группа. Новая группа открыта для детишек разных возрастов от полутора года и выше. Здесь есть все для удобства и развития 15 малышей. Мы долго шли к этой цели, к новой группе, потому что есть очередь у нас в детском саду, чтобы детей, то есть нехватка очереди, было мест. То есть здесь был до этого сельсовет. Долго мы мучились, долго бились, чтобы переселиться и открыть новую группу. Вот сейчас наша мечта сбылась, группа открылась. Детям есть куда будет прийти в детский сад. Со слов заведующей детского сада Натальи Живица, планы на будущее большие. Улучшить состояние пищеблока, сделать медкабинет, чтобы медик находился постоянно на территории садика, да и вообще есть над чем работать. Здесь ремонт качественный. Я сама родом с Причулынска, когда-то ходила сюда в группу, помню садик, как ремонт был. Сейчас, конечно, здесь ремонт и закуплено столько оборудования, игрушек. Капитальным ремонтом занималась строительная фирма КСК. И, как говорит подрядчик, работа проделана колоссальная. Главное теперь сохранить эту группу в хорошем состоянии. По желанию одно всегда, как бы ремонт это хорошо сделали, неплохо. То есть, главное, что надо беречь, чтобы это работало и как бы не требовало ремонта и вмешательства. Вот это самое главное. То есть, сейчас все зависит от хозяев. Хочу пожелать, чтобы всегда было полное наполнение. То есть, радостные дети не болели, не кашляли, здоровье родителям. Подрядчик оценивает свою работу на твердую четверку. А руководству детского сада остается довести нужную мебель и установить раковины. Закончить все обещали на этой неделе. Анна Ахметова, Иван Цуканов, Новости, Телеканал АСА. Авачинске теперь будут свои экологические инспекторы, которые не просто будут писать заявления, оформлять жалобы, а на месте проверять тех, кто портит воздух в городе. Об этом сегодня заявил Владимир Часовитин, исполняющий обязанности министра экологии Красноярского края. Служба инспекторов, созданная Красноярским министерством экологии, появилась и у нас, в Ачинске. Пока только в количестве одного человека. Второй инспектор будет принят после Нового года. Сотрудников экологического подразделения обеспечат транспортом, приборами измерения и все жалобы от жителей Ачинска будут рассматриваться не в Красноярске, как раньше, а здесь, на месте. Новое подразделение будет заниматься не только атмосферным воздухом, но и водой, несанкционированными свалками, карьерами, в общем, всем кругом экологических проблем города. Я думаю, вот этот живой контакт, прямой контакт, позволит все-таки ускорить и время реакции, и навести порядок, и дисциплинировать не только предприятия и предпринимателей, но и жителей города Ачинска в вопросах улучшения экологии. Экологические проверки коснутся юридических лиц и предпринимателей, которые осуществляют выбросы без соответствующих разрешений. При помощи инспекторов таких подразделений, к примеру, в Красноярске, уже приостановлена работа нескольких предприятий. В нашем городе все еще впереди. К слову, у нас в городе 8 организаций, которые портят воздух в Ачинске. Три из них под региональным надзором, остальные под федеральным. И со слов Владимира Часоветина, только одна из 8 организаций, это АГК, подписала Хартио, это общественно-политический документ, в котором обязуется предоставлять достоверные данные о выбросах. О других новостях мы расскажем после рекламы. Не переключайтесь. Тариф 2018 от компании «Синт». 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А2. Телефон для справок 56-00. Алло, любимая, что приготовить сегодня на ужин? Я буду пехмени, а сын будет в варенике. Ты успеешь приготовить, да? С «Радугой вкуса» я успею все. Покупайте продукцию местного производителя. Полуфабрикаты «Радуга вкусов». Спрашивайте в магазинах города. Собрался за рыбкой? Успокойся! Вся рыба здесь! От карася до ценных пород северных рыб. Соленая, копченая и свежая. Морские деликатесы и речная рыбка. В магазине продукты и напитки. Если за рыбкой, то на стройку. Улица 40 лет в ЛКСМ 15А. Кто любит шик, гламур жить в кайф, добро пожаловать в Светлайф. Платки, колготки и перчатки. На вкус любой тут есть подарки. Парфюм от популярных брендов. Косметика для тех, кто в тренде. Для праздников, корпоративов. Есть все от сладостей до сувениров. Светлайф. Приходите за подарками. Торговый ряд юбилейный между спутником и искрой. А сейчас расскажем, как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни. Начиная с 1 по 5 января, амбулаторный прием взрослого населения будут вести терапевты в поликлиниках номер 1 и номер 3, а также в Центральной городской поликлинике. А к узким специалистам можно попасть в поликлинику номер 2. Это настройки. Врачи будут работать до 15 часов дня, а вызвать терапевта на дом можно до 14 часов. 6 января, это суббота, в 1, 2 и 3 поликлиниках будут работать участковые терапевты и процедурный кабинет. А в Центральной городской поликлинике узкие специалисты, такие как хирург, окулист, невропатолог, отоларинголог, также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. Приемы ко всем врачам 6 января с 9 до 15 часов. А вот попасть к стоматологу в выходные и праздничные дни можно, обратившись в кабинет неотложной помощи по улице Кравченко, дом 1. 30 декабря прием будет с 8 до 15 часов, а 31 числа с 8 до 14 часов дня. С 1 по 9 января за стоматологической помощью можно обращаться круглосуточно, перерыв с 7 до 8 утра. 3 и 6 января детский врач-педиатр будет принимать в перинатальном центре. Также будет работать перевязочный кабинет и прием пациентов по предварительной записи с 8 до 16 часов. Около 70 добровольцев из 8 школы создают новогоднее настроение для ветеранов и детей. Один день из жизни волонтеров попал в объектив нашей съемочной группы. Это Великий Устюк. Так ряженные в Деда Мороза и Снегурочку волонтеры из 8 школы ходят поздравлять ветеранов. Здравствуйте! 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 Мы желаем вам счастья, здоровья, чтобы все в вашей жизни шло так, как вы захотели, чтобы все ваши планы и мечты не обязательно сбывались, чтобы вы и ваши близкие были самыми счастливыми и самыми здоровыми. Спасибо! С наступающим вас праздником! Сказочные герои дарят подарки и рассказывают стихи заслуженным работникам. И, конечно, самое ценное для любого человека – это внимание, знать, что тебя помнят и ценят. Мы считаем, что мы не должны забывать учителей и людей, которые сделали много для нашей школы, которые принимали участие в организации воспитания. Поэтому мы считаем, что и в Новый год мы должны поздравить этих людей и не обделить их вниманием. Они часто бывают у нас на слетах и на всяких праздниках у нас в школе. И было интересно, было бы просто снова с ними пообщаться и поздравить их, подарить Новогоднее настроение. Ребята говорят, что они сами хотят участвовать в подобных акциях и видеть счастливые лица людей. На сегодня поздравления волонтеров из восьмой школы не заканчиваются. Вплоть до Нового года они еще будут поздравлять детские сады Ачинска, также посетят и дом ребенка. Дарья Потехина, Александр Сиделев, новости телеканала АСА. Желаю счастливого и Нового года! Всем желаю здоровья, счастья. С Новым годом! С Новым годом Ачинска! Папу, маму, Диму, братья, сестер. Всех поздравляю с Новым годом! Счастья вашим семьям, вашим детям. Счастья вам всем. Ачинска, друзей, знакомых с Новым годом и сына с днем рождения. Все. Это были все новости на сегодня, о которых мы хотели вам рассказать. Ждем вас завтра у телевизоров. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова